В армию с багажом знаний. В Кунаеве прошел городской отборочный тур для участия в 10-м военно-патриотическом сборе Айбен. Около 200 школьников, среди которых подростки из других городов Казахстана, стали участниками и гостями соревнования военной подготовки. Подробности об увлекательном мероприятии узнаем из следующего сюжета. В организации этого соревнования было задействовано сразу несколько ведомств. Это сотрудники военной полиции, специалисты городского акимата и военнослужащие воинской части 32-363 Кунаевского гарнизона. Мероприятие является ежегодным, ведь отбор для участия в международном военно-патриотическом сборе Айбен проводится каждый год. Десятые сборы будут проходить в Алматинской области на учебной на центре Али, где участников 10 школ, около 150 детей будут участвовать на этих соревнованиях. Цель этого мероприятия, чтобы воспитать детей в чувстве казахстанского патриотизма, также знать навыки, умения по военно-прикладным предметам. Это, как получается у нас, разборка-сборка автоматов, норматив 12-13 норматив. Также у нас тут и стафеты здесь, стрельба из лука, также из пневматических винтовок. Свидетелями успешного прохождения заданий, юными участниками состязания стали не только зрители, но и специально приглашенные гости. В их числе представители отдела образования, ветераны военных действий, сотрудники специальных воинских подразделений и органов безопасности. Каждый из них выступил с речью, пожелал курсантам удачи. Ведь лучшие получат возможность участвовать в следующем этапе, в 10-м международном военно-патриотическом сборе Айбен. Эти дети – будущие защитники нашего Отечества. Это будущее Казахстана, а потому их воспитание в военно-патриотическом духе – особая задача для всех нас. Здесь, насколько мне известно, находятся дети не только из города Кунаев и ближайших к нему сел, но и школьники из других регионов нашей страны. Всем им я желаю удачи. Пусть эти соревнования пройдут хорошо. И главная задача этого мероприятия будет достигнута, ведь они должны сами поучаствовать и понять, что значит военное оружие, техника, тактика и стратегия. Открытие отборочного тура прошло в особой торжественной обстановке, на котором своё творчество также представили музыкальные коллективы города. С патриотичной песней выступили и военнослужащие этой воинской части. На этом впечатляющее выступление не закончилось своё мастерство, и боевую сноровку продемонстрировали бойцы разведотряда. Они показали не только сложные боевые трюки, но и применение боевых снарядов, таких как дымовые шашки. Как оказалось, все эти действия были выполнены не зря. Юные зрители, внимательно следившие за всеми движениями бойцов, были глубоко впечатлены увиденным выступлением. Отметим, что всего в отборочном туре участвовали порядка 150 школьников из 10 школ города Кунаев и около 50 учащихся из Республиканского здоровительного центра «Балдаурен». Некоторые из них планируют связать своё будущее с военной отраслью. Я приехал из города Курчатов, Абайской области. Уже во второй раз посещаю лагерь «Балдаурен». Мероприятие мне очень нравится. Особенно впечатлило выступление военных. Их песня очень патриотичная. Ещё меня буквально покорил рукопашный бой. Сам я в будущем хочу поступить в Карагандинское училище и работать в МВД. А потому я рад, что присутствую на данном соревновании, пусть даже в качестве гостя. После открытия турнира дети разделились на группы и приступили к самим соревнованиям. Им предстояло проявить свою меткость в стрельбе из пневматического оружия, собрать и разобрать автомат на скорость, продемонстрировать свою выносливость и пробежать несколько километров. А также участвовать в других этапах отборочного тура. «Наш военрук, похоже на Закадыкович, он записал меня как стрелком, потому что у меня также был опыт. Я с отцом ездил на охоту. Из-за этого показал хорошие результаты на тренировке в школе. Ну и вот пришли, получается, сюда, постреляли. Ну, вроде хорошо пострелял, попал. Даже вот эти все соревнования со школы, которые идут, я во всех участвую, потому что мне это интересно. А вот на следующем уровне, получается, ну, я бы тоже, да, хотел посмотреть, потому что там более сильные противники. Тоже, как бы, соревнования, вот этот дух соревнований мне очень нравится». В целом, юные участники весьма ответственно подошли к выполнению каждого из этапа соревнования. Свои умения продемонстрировали не только юноши, но и девушки. Они ничем не уступали своим товарищам ни в стрельбе из оружия, ни в соревновании по сбору и разбору автоматов на скорость. Отметим, что победителям этих соревнований предусмотрены медали и кубки. Ведь военная грамотность – дело нелегкое, а его изучение с юных лет только приветствуется, отметили организаторы турнира. Продолжение следует...